Доброго времени суток, уважаемые посетители сайта и моего канала на YouTube. Тема данного видео урока, как вы могли понять из вирусного названия, это моделирование ножки кабриоли меньше чем за минуту. На самом деле, подтолкнуло к написанию данного видео урока меня следующее. Мне YouTube посоветовал данный канал. Сразу скажу, я его хейтерить не буду. Канал мне очень понравился, я подписался на него. Мне понравилась как первая часть видео по моделированию ножки кабриоли. И также мне понравилась больше даже вторая часть. Но то, что меня на самом деле разозлило, так это комментарии под данным видео. И вот, извиняюсь за небольшое отклонение от темы, давайте рассмотрим данный комментарий, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Итак, первый комментарий, написанный высоким регистром. Проще такие детали делать в компасе или солиде за 5 минут. На самом деле, Саша Маркотко не прав. В Максе такую деталь, похожую ножку кабриоли, можно сделать даже меньше, чем за минуту. И мы убедимся в этом моем видео. Итак, идем дальше. Если моделирую такую ножку за час, много не заработаешь. И более обидный комментарий. По видео заметно, что не комментарии замедляют работу, а плохая ориентация по софту. То есть, этот комментатор утверждает, что автор плохо ориентируется в софте. На самом деле, это не так. Автор очень хорошо ориентируется в софте. Просто дело в том, что писать видео, одновременно объяснять, это достаточно сложно. Так уж повело, что на просторах СНГ люди, которые пишут обучающее видео, постоянно, можно сказать, борются с хейтерами. Молодежное такое слово, хейтер. Ну, или по нашим критикам. Так вот, TDM, TDK, пользователи, это как раз таки хейтер. Потому что человек написал хорошее полезное видео, которое даже было полезно и для меня. Хотя я работаю в МАКСе уже с 2006 года, но все равно было бы интересно посмотреть. На самом деле, уважаемые подписчики и посетители моего сайта, чем отличается профессионал, кем является, допустим, автор данного видео. Он является профессионалом, я посмотрел его видео, скажу, он работает профессионально. Вот от таких вот комментаторов. Профессионал, он всегда думает, что он любитель, он постоянно учится. Он не критикует, а любитель, ему кажется, что он уже все знает, все умеет. Он достиг максимальных высот и, пожалуйста, понеслась там критика других людей и прочее. Я никогда не критикую других людей именно по моей работе, по моделированию, по конструкторской работе, именно в деревообработке. И рекомендую это делать вам. Лучше работайте, а критику ставьте на поток. Хотя есть конструктивная критика, она имеет место. Но в данном случае это была неконструктивная критика, это была попытка обидеть автора урока. Это очень хорошо читается. Ну и еще такой интересный комментарий, последний, не буду вас долго утомлять. Че парится? Лофт из 45 градусов. Ну, это из разряда диванных комментаторов. На самом деле, если мы посмотрим на классическую ножку кабриоли, лофт из 45 градусов, не знаю, что имело под 45 градусов, там поворот сечения на 45 градусов, не получится сделать. Потому что здесь достаточно сложная форма. Мы видим по виду сбоку изгиб такой классический, по виду спереди тоже такой сложный изгиб. То есть мы, по сути дела, получаем, ну плюс еще сечение, мы получаем ножку, которая сгибается в нескольких осях. То есть обычным лофтом по пути не получится это сделать. Все. Поэтому мы закончим разбор всех этих комментариев. А теперь непосредственно сама технология построения ножки кабриоли меньше, чем за минуту. Но первое, естественно, что нам понадобится, это чертеж. Чертежи я делаю сам в программе CorelDRAW либо в AutoCAD. Кто, кто владеет данной программой, знает, что это на самом деле не сложно. Большая сложность это создание таких красивых изгибов, да, линии именно в ножке кабриоли. Я, честно скажу, я беру из старинных книг. У меня есть подборка старинных книг, чертежей. Они у меня есть на сайте. Я оставлю ссылку под видео в описании. Вот туда я беру и перевожу, что-то от себя додумываю. Вот. То есть делаем чертеж. Чертеж занимает, ну, минут 5-10 от силы, да. Если у вас есть готовый. Тем более, если у вас есть готовая картинка. Повторюсь также. Я не хочу обидеть автора данного видеоурока тем, что моя технология лучше, да, построение ножки кабриоли, там что-то я там круче. Нет, просто моя технология немножко другая. Я использую лофт и полигональное моделирование, допустим, да, дальше. А автор сразу делает именно полигональным методом. Низкополигональным методом делает ножку. Вам, уважаемые посетители, да, сайты, подписчики, я скажу так. Вам нужно уметь и полигонально работать, вам нужно уметь работать именно с лофтом в максе. Потому что лофт в максе это очень мощный, очень серьезный инструмент. Итак, мы построили чертеж. Обращаю ваше внимание на нюансы построения чертежа. Во-первых, все виды должны быть согласованы. Мы видим, что все у нас идеально подходит по длине. То есть вид сбоку, вид спереди, сечение. И обязательно проверяем наше сечение. Она у нас должна также быть согласована по виду спереди. Вот мы видим, да. И обязательно перед экспортом в максе течение разворачиваем вот таким вот образом. То есть острием вниз. Все. Дальше мы сохраняем наши четыре объекта через меню файл экспорт. Обращаю ваше внимание, что нужно сохранять в формате Adobe Illustrator, не автокадовском. И обязательно версия формата не выше восьмой версии. Не выше 8.0. Дальше мы... Давайте сделаем все сначала, чтобы было понятно. Переходим в вид сверху. Обязательно обратите на это внимание. Вид сверху. В максе. Дальше. Файл импорт. Здесь выбираем наш вектор. Программа спрашивает, открыть файл в данной сцене, либо открыть заново. Макс. Мы говорим, открыть в данной сцене. Дальше у нас программа спрашивает, открыть файл как цельным объектом, или разрозненным объектом. Естественно, выбираем разрозненным, потому что нам нужно вит спереди, вит сбоку, да, сечение и путь. Вот. Все. Мы произвели импорт векторов. Можно было сразу, кстати, делать данные вектора в максе. Но я не очень люблю макс. В плане черчения он, конечно, уступает кору, кору в автокаду. Ну и теперь непосредственно построение лофт-объекта. Здесь уже можно включать секундомер, и мы посмотрим, получится ли нам сделать ножку кабриоли, такую сложную, менее чем за минуту. Итак, поехали. Мы выделяем путь. Далее нажимаем плюсик. Раскрываем вкладку составные объекты. Здесь берем лофт. Далее берем выбрать сечение и кликаем по сечению. Видим, что у нас создался простейший лофт-объект. Далее выделяем данный объект. Переходим в свойства. Здесь я, кстати, рекомендую в лофт-инструменте, да, в инструменте построения лофт-объектов, закрыть все эти вкладочки, чтобы можно было быстро ориентировать, потому что инструмент очень сложный, есть много настроек. То есть закрываем все вкладочки, находим первым делом параметры оболочки. Здесь ставим, ну я ставил 5, 5, 5, это у нас, короче, сечение, да, судно, сколько будет плотная сетка. И обязательно ставим галочку оптимизация. То есть эта галочка убирает избыточное количество полигонов на прямых участках. Смотрим, у нас сейчас, видите, прямой участок, он разбит на большое количество полигонов. Поставив данную галочку, мы оптимизируем сетку и убираем избыточное количество полигонов. Собственно, здесь все, и самое важное, это у нас переходим в последнюю вкладку, деформация, и выбираем кнопку подгонки. Вот она у нас здесь. Нажимаем. Далее обязательно открываем, отключаем симметрию, берем ось X, нажимаем подгонку, кнопочку подгонки, и выбираем, не кнопочку подгонки, а кнопку выбора сплайна. Выбираем сплайн по виду сверху, выбираем ось Y и выбираем сплайн по виду сбоку. И как мы видим, без особых проблем, у нас получилась сложная ножка кабриоли. Вот она такая, то есть изгибом по виду спереди, изгибом по виду сбоку. Ее можно в дальнейшем сделать сетку лофт-объекта менее плотной, перевести в поле, и уже в режиме полигонального редактирования, немножко ее подредактировать. Но даже в таком варианте оно уже годится для фрезеровки на санке с ЧПУ. Вот, условно у нас на построение ножки менее чем минута. Думаю, здесь все понятно. Что ж, если вас этот урок заинтересовал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также вы можете записаться ко мне на удаленное обучение. Я занимаюсь обучением в работе в 3D Max, в ZBrush, в CorelDRAW. Но направление это деревообработка, то есть мы учимся создавать мебель, создавать декор в браше, в максе, то есть комбинированно. Если вас это интересует, записывайтесь. Ссылки на программу обучения я оставлю под видео в описании. Итак, до новых встреч!